Почему мотивированный взрослый человек, который имеет такое огромное количество информации, арсенала современного, не может похудеть? На самом деле у меня в этом плане есть достаточно жесткая позиция. Я считаю, что худеть не нужно. Любая диета приведет к срыву, рано или поздно. То, что очень тесно связано, это стресс и еда, и недосыпание, и переедание. Вот если человек не доспал, он переест. Единственным сигналом для того, что мне хватит, является мое собственное насыщение. Все, больше ничего. Ничего нет плохого в пирожном. Я абсолютно толерантна к любой еде. Люди, которые встают на тернистый путь похудения, встают туда из ненависти к себе. Я смотрю на себя в зеркало, и моя самооценка зависит от того, как я выгляжу. Надо что-то делать с переживанием. Лишний вес – это симптом. Это не причина, это уже следствие. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наш цикл «Худеем навсегда». Хочу сказать, что он адресован не только тем, кто хочет похудеть, но и всем, кто хочет адекватной, качественной информации относительно своего здоровья. Потому что очень много сейчас вокруг взаимно исключающих мнений онлайн-специалистов. Все эксперты нашего цикла – это суперпрофессионалы с многолетней успешной практикой. Просто следуйте их советам, добивайтесь отличных результатов и делитесь этими результатами с нами. Самые активные комментаторы, те, кто пришлют ваш отклик, ваши результаты, будут участвовать в розыгрыше суперприза нашего проекта, который состоится в декабре от нашего замечательного партнера компании «Солгар». Это индивидуальная консультация главного специалиста «Солгар». И затем корзина витаминов, нутриентов, замечательных витаминов «Солгар». Поверьте мне, это очень ценный приз. А начнем практическую часть цикла совсем не с пересмотра меню и с ответа на вопрос, что можно или нельзя есть. А с ответа на вопрос, который, по мнению доктора Ковалькова, лежит в основе проблемы лишнего веса. Почему вас не радует ваша жизнь? Ответит психолог Наталья Фомичева. «Еда и эмоции» – тема нашего с ней разговора. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как еда и эмоции связаны? Очень сильно. Дело в том, что первые эмоции в своей жизни мы получаем очень в большой степени через процесс кормления. Вот в чем дело, вот где собака зарыта. Когда ребенок рождается, процесс его кормления, вот это взаимодействие с мамой, папой, бабушкой, он наполнен какими-то чувствами. И очень часто это про любовь, про тепло, про нежность. Про защищенность. Про защищенность. И таким образом еда и переживания, эмоции, они связываются в одну такую конструкцию. К тому же, когда мы поели, нам организм выдает целую порцию эндорфинов. И это тоже очень сильно сцепляет процесс принятия пищи с удовольствием, а в дальнейшем с таким предвосхищением, ожиданием этого удовольствия. И по мере того, как мы растем, эти связи усиливаются. Когда ребенок приходит из садика грустный, ему говорят, не грусти, вот тебе конфетка. Поедем к бабушке, ты рад видеть бабушку? Бабушка тоже рада, она напечет тебе пирожков. По мере нашего приобретения опыта, там приходит все больше и больше подтверждений того, что еда и эмоции, они очень тесно связаны. И если изначально у нас еда вызывает эти эмоции, то впоследствии многие из нас принимают решение, оно очень часто бывает неосознанное, что я хочу с помощью еды управлять этими эмоциями. Раз мне хорошо, когда я поел, то я могу сделать себе хорошо через то, что я поем. А вот здесь вот уже ловушка, потому что управлять эмоциональной сферой через еду до определенной степени можно. Но это примерно как забивать гвозди микроскопом. И гвозди не сильно забиваются, и микроскоп ломается со временем. И отсюда уже появляются различные сложности. Вот существует целая масса, такая группа неврозов, связанные с нарушением пищевого поведения, которые приводят в итоге к нарушению метаболизма. Какие основные вот такие нарушения, которые характерны для вот такого возраста среднего больше? У нас есть большая тройка. Это нервная анорексия, нервная булимия и переедание. Для среднего возраста в большей степени характерно переедание. Также мы можем видеть случаи булимии, но, как правило, она началась все равно задолго до этого, 15-20 лет. Но, в отличие от анорексии, которая очень быстро приводит к тяжелым последствиям, булимия может длиться десятилетиями. Поэтому, если мы говорим о возрасте 40-45 и дальше, чаще всего мы будем видеть переедание, чуть реже булимию. Переедание, в свою очередь, оно тоже подразделяется. Оно может отличаться по форме. Есть приступообразное переедание, или это еще называется биндж-итинг, если мы говорим про западную оппозицию. Это ситуация, когда человек за один раз съедает очень большое количество пищи. В три и более раз превышающие его обычную норму. Есть переедание компульсивное, когда вот этих выраженных приступов нет, но человек ест постоянно в течение дня, это такое вот кусочничание. И в результате этого, если мы говорим про калории, к концу дня может спокойно набежать 10 тысяч калорий, например. И также переедание делится по, скажем, факторам, его вызывающим, по причинам. Это переедание вследствие диетического поведения. Диета провоцирует срыв. Это переедание, связанное с эмоциональной регуляцией. Оно называется психогенно, эмоциогенно. Есть разные термины, когда человек пытается регулировать свою эмоциональную сферу через еду. И переедание, так называемое, экстернальное, когда есть вокруг много разных стимулов, и человеку сложно оттормозить. Например? То есть он будет есть, если он видит еду. Или чувствует запах. Или кто-то говорит о еде. То есть мозг не способен оттормаживать стимулы. В условной норме мы можем зайти на кухню, увидеть торт, спросить себя, я хочу, услышать ответ нет и пойти спокойно дальше. Человек с экстернальным перееданием не может этого сделать. Для него стимул однозначно запустит ответную реакцию. Булимия более тяжелое расстройство, чем переедание. Булимия характеризуется наличием цикла. Человек переедает, а дальше он либо вызывает у себя рвоту, либо принимает слабительные, либо встает на беговую дорожку. Булимия может быть спортивной, когда человек пытается вытренировать вот эти вот калории, которые он потребил. Это защита, стремление защитить себя, это какой-то испытываемый стресс. Или мы не можем говорить о том, что за каждым нарушением стоит какая-то группа эмоций базовая. В общем, мы так говорить не можем. Мы можем видеть индивидуально. Кто-то склонен есть в состоянии тревоги. Очень высокий уровень тревоги. Еда хорошо убирает тревогу. Когда сильно наешься, вообще тревожиться не о чем. И человек с высоким уровнем тревоги и с формированным инструментом, еда мне помогает, будет больше переедать в состоянии тревоги. Есть люди, которые больше, например, будут переедать в состоянии депрессивном, подавленном, в грусти. Когда человек заболевает депрессией, он либо начинает переедать, набирает вес, либо наоборот он теряет аппетит, и его потребление пищи снижается. Это тоже очень индивидуально. Поэтому говорить вот так однозначно, вот это чувство вызывает переедание, мы не можем. Мы можем видеть индивидуально. И в целом мы говорим о том, что переедание, связанное с эмоциями, это нарушенный механизм эмоциональной саморегуляции. Человек не может перерабатывать эмоции в психике, где они находятся, и перерабатывает их через действия. Некоторые убираются и начищают всю квартиру до блеска. Это тоже способ справляться с эмоциями. А некоторые это делают через еду. Что является нормой взаимоотношения, твоего взаимоотношения с едой? Как в норме должно это выглядеть? Когда мы говорим про такое здоровое пищевое поведение, оно включает в себя несколько компонентов. Это способность замечать голод, причем замечать его в динамике. Голод не появляется внезапно. Он постепенно нарастает. И человек находится в хорошем контакте со своим телом. Он может заметить появление голода. Следующий шаг. Он его может идентифицировать как голод. Люди склонны путать. Некоторые путают тревогу с голодом. Как это возможно? Вноющее, сосущее чувство под ложечкой. Человек определяет как то, что я, похоже, хочу есть. А не то, что я тревожусь. Или мне скучно, видимо, я голоден. Там нет вот этой вот идентификации. Первый шаг я замечаю. Дальше я могу идентифицировать, я могу назвать, что это. Дальше я могу по этому поводу что-то сделать. То есть пойти поесть. Это первый компонент. Второй компонент связан с выбором пищи. Я могу выбирать еду, которая подходит мне сейчас по потребностям моего организма, а не по количеству калорий, которые мне предписал диетолог, по рекламе, которая рассказала мне, что вот это надо есть. То есть интуитивное питание в общем это новое. По сути, да. Да, это компонент здорового пищевого поведения. Третий компонент – это насыщение. Я могу замечать, что я наедаюсь, я идентифицирую это как насыщение и делаю это раньше, чем я переел и уже чувствую, что сейчас я не встану. И в этот момент я останавливаюсь, да, то есть вот я чувствую насыщение, и для меня это сигнал, неважно, осталось еще что-то в тарелке, денег я уже за это заплатил, а не доел, шведский стол еще не закончился. Ты независим от этих обстоятельств. Плюс здоровое пищевое поведение включает в себя способность планировать. Это уже ко взрослому возрасту относится, у детей нет этой способности. Я знаю, что я буду в дороге 4 часа, и мне негде будет поесть, поэтому я возьму с собой какой-то лоточек с едой. И последний компонент – это, скажем так, свобода от мыслей. Еда не занимает мои мысли в течение всего дня, еда и мой внешний вид. Я не переживаю по поводу того, что я слишком толстый, слишком худой, надо перестать, надо это съесть, а вот сюда надо добавить клетчатки. То есть вот у меня еда занимает достаточно четко определенное место в жизни и не расползается по всем сферам. То есть такая озабоченность с полезной едой тоже своего рода невроз. И он сейчас очень распространен. Это называется нервная ортороксия. Это расстройство, которое сейчас уже включается в западную категоризацию, в России оно еще не включено, но все к этому идет. Это увлечение безглютеновыми диетами, безлактозное, веганство и все прочее. Вот, кстати, если говорить про эмоции, нервная ортороксия как раз очень четко связана с тревогой. Это высоко тревожные люди, которые переживают по поводу того, что здоровье штука непредсказуемая, жизнь вообще конечна. И вот эта тревога по поводу смерти перерабатывается через идею, через иллюзию контроля. Но если я буду четко контролировать то, что я ем, тогда я не умру. Или буду здоровее, чем остальные, какое-то чувство защищенности себя. Иллюзия контроля снижает тревогу. Проблема в том, что ненадолго, и нужно ее все время поддерживать. Вы знаете, я лично очень серьезно отношусь к еде. С одной стороны, для меня это, конечно же, удовольствие. Еда должна быть вкусная, полезная, интересная. С другой стороны, еда это лекарство, потому что то, что мы едим, от этого напрямую зависит состояние нашего здоровья. И, конечно, здесь без какой-то помощи сегодня, без добавок пищевых нам не обойтись. Есть те, которые стоит принимать курсами по назначению врача, а есть те, которые становятся для нас, знаете, что соль и перец, что какие-то любимые приправы. Например, такие, как омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, которые являются структурным элементом важнейшим очень многих систем в организме. Я предпочитаю солгар, потому что это очень сбалансированная форма полиненасыщенных жирных кислот, высококачественных. И второй витамин, который нам нужен всегда, даже когда светит солнце. Это, конечно, витамин D3, который является гормоном, как вы знаете. Витамин D3 от солгар – это легко усваиваемая форма, капсулированная, очень удобно. Выбирайте просто правильную дозу. Это вам должен порекомендовать уже доктор. Витамин D3 – это и ускорение метаболизма, это и состояние нервной системы вообще, и вообще вот настроение, тонус – это тоже витамин D3. И, конечно, витамин D3 совершенно незаменим, когда мы говорим о повышении иммунитета, что особенно актуально сейчас. Вы сказали о том, что очень важна связь со своим телом. Есть какие-то способы, какие вы рекомендуете, чтобы эту связь, во-первых, понять, что у тебя она нарушена, раз, и что можно сделать обычному человеку? Самый простой тест, который мы предлагаем очень часто клиентам – в течение минуты-полутора попробовать заметить свое сердцебиение, погрузиться в себя и попробовать заметить, как бьется сердце. Неужели кто-то не может этого сделать? Люди с индексом массы тела выше 35 практически не справляются, поскольку такие вот тяжелые формы, большое количество избыточного веса развиваются вследствие нарушенного этого контакта, то есть не вес сбил, а до этого эта связь была нарушена. То есть это такой вот самый базовый вариант. Если у человека получается услышать сердцебиение, мы обычно предлагаем поэкспериментировать, представлять, что у тебя есть два стула, два кресла. Здесь комфорт тела, здесь дискомфорт. И в течение дня позамечать по 5-6-7 раз, где я сейчас. Вот могу я различить, когда мне комфортно или когда мне дискомфортно? Мысленно. То есть вы сейчас, находясь где-то, вы себя чувствуете на кресле, где вам комфортно, спокойно, хорошо, или вы на кресле, где вам прохладно и вы ерзаете? Я обычно привожу такой пример. Его хорошо знают женщины. Когда ты приходишь домой, снимаешь туфли и говоришь, как хорошо. Это не хорошо. Это означает, что в течение очень долгого времени был дискомфорт, который не замечался. И когда уже вот этот дискомфорт был убран, в этот момент я ощущаю. Хороший контакт с телом, он про то, что я замечаю всегда, в каждую минуту, что со мной происходит. Мне тепло или холодно? Как ощущаются разные части моего тела? Расслаблены или напряжены? Есть ли где-то болезненные ощущения? Давит ли мне обувь, ремень от брюк? Очень многие люди, женщины, женщинам свойственны, конечно, в большей степени, живут между... Все, я приведу себя в форму, я мотивирована, я все буду исполнять. Даже ходят к доктору. И вот эти вот... Да один раз живем. Что с этим делать? Что за эмоция там лежит? Смотрите, очень часто у людей есть идея, что я ограничиваю себя, потому что я срываюсь. На самом деле для психики все ровно наоборот. Я срываюсь, потому что я себя ограничиваю. Любая диета приведет к срыву, рано или поздно. И поэтому вот эти срывы, они возникают в ситуации достаточно жестких ограничений. И для того, чтобы убрать срывы, нужно убрать ограничения. Следующий вопрос, который здесь сразу возникает, это что же мне нужно есть все под... Можно есть все подряд, тогда я буду весить 150 кг и перестану проходить в дверь. Наверное, нужно по-другому отнестись к периоду, когда ты восстанавливаешь и приходишь к норме. И, соответственно, сначала мы решаем проблему ограничений. Принимаем их. Мы помогаем себе выстроить новый взгляд. Где взгляд не с позиции я себя ограничиваю, а с позиции я себе забочусь. Я делаю это из добра. Не я посмотрела на себя в зеркало, обматерила себя самыми страшными словами и закрыла холодильник на ключ. А я по-доброму и с любовью отношусь к себе и помогаю телу регулировать. Тело само знает, сколько нужно. У нас есть две, ну скажем так, категории. У нас есть такой, он называется set point, конституционально заданный вес. Это не точка на весах одна, а это некий коридор, в котором организм функционирует наилучшим образом. Эндокринная система сбалансирована, пищеварение, все идеально. Он немножечко двигается с возрастом. Действительно, там каждый следующий год жизни, после 40, это немножечко расширение этого set point. Это нормально, потому что нам нужна жировая ткань, чтобы был эстроген. И вообще люди с чуть повышенным индексом массы тела живут дольше, у них больше продолжительность жизни. Вообще нервная система – это тоже жировая ткань в основе. Да. И у нас есть вот этот конституционально заданный вес, и у нас есть вес, ну, скажем так, развившийся в результате наших пищевых привычек, поведения, психологических травм, моделей пищевого поведения в семье. В идеале они должны совпадать. Очень часто мы видим ситуацию, когда это сильно разнесено по шкале, и с позиции заботы о себе означает, что я принимаю, что, например, мой заданный вес не соответствует нормам красоты. И это нормально, потому что не я для норм красоты. И когда клиентки говорят мне о том, что я прихожу в магазин и не могу там ничего на себя найти, я говорю, это говорит только о том, что это плохой магазин. Это не ваш магазин. Ну, здесь очень интересный вопрос, где та граница, которая лежит между нормальным тоже стремлением к самосовершенствованию и уже каким-то неврозом. Лишний вес – это симптом. Да. Это не причина, это уже следствие. Следствие дисбаланса. И работать тогда нужно с этим дисбалансом изначально. Пытаться похудеть, не решая остальных проблем, означает загонять себя вот в эти вот качели, когда я снижаю вес путем жестких ограничений, срываюсь, набираю. Можем ли мы предложить какие-то замены, когда те же самые эмоции мы реализуем, испытываем, проживаем и замещаем чем-то другим, отличным от еды? Конечно. Например, если через еду мы удовлетворяем потребность в удовольствии. Телесные удовольствия можно получать в самых разных сферах. Это могут быть какие-то, например, физические активности, которые нравятся. Опять-таки, не идти в спортзал с позиции, что вот сейчас я себя загоняю до смерти, а танцевать или прыгать с парашютом. Это может быть секс. Это же очень связанные вещи, секс и еда. Да. Это могут быть какие-то телесные контакты с близкими, просто обнимашки, какой-то вот контакт без сексуального подтекста. Массаж. Массаж, прогулка босиком по газону, что угодно. Вопрос в том, что еда является а, быстрой, б, привычной. И для того, чтобы... Не нужно думать. Для того, чтобы разорвать эту связь, нужно прикладывать усилия. И это ставит перед нами вопрос о ресурсах. Потому что, когда ко мне приходит человек, который истощен стрессом, будет форменным издевательством говорить ему о том, что, знаете, вы вместо ужина идите еще в бассейн сходить. А здесь мы начинаем вообще с поиска ресурсов. И то, что очень тесно связано, это стресс и еда, и недосыпание, и переедание. Вот если человек не доспал, он переест. И первое, что мы здесь делаем, да, мы хотя бы ищем возможности хоть чуть-чуть увеличить ему вот эту вот ресурсную основу. Потому что иначе это не будет работать. Невозможно загнать себя на благое дело до смерти. Интересно, для меня новость, что недосыпание, и как следствие, обязательно будет переедание. Чаще всего. Чаще всего. И это первое, что обычно я спрашиваю. Сколько вы спите? Каково качество вашего сна? Чувствуете ли вы себя отдохнувшим, когда просыпаетесь? И если там есть нарушения, то начинать нужно с этого. Смотрите продолжение интервью с Натальей Фомичевой и участвуйте в конкурсе этого выпуска, который проходит в моем аккаунте Инстаграм вот здесь, по этой ссылке. Присылайте в директ ваши фотографии. В вашем нынешнем весе, в образе. Просто возьмите из вашей фотоленты. В образе, который вас полнит и в образе, который вас стройнит, на ваш взгляд. И приз – это моя личная для вас консультация по цвету. Я подберу вам индивидуальную цветовую палитру, оттенки, которые позволят вам выглядеть моложе, свежее и даже корректировать ваш силуэт. Почему, как вам кажется, именно самая неполезная еда вызывает такую сильную эмоциональную зависимость? Потому что она под запретом. Думаете по этому? Абсолютно. Никто не переедает брокколи. За 15 лет практики я ни разу не видела, чтобы люди срывались на брокколи, сельдерей. Здесь вопрос в том, что эта еда находится под запретом. И таким образом она приобретает для психики очень большую тягу. Как только я вешаю на еду ярлык, что мне это нельзя, я закладываю в себе почву для того, чтобы ее хотеть. Плюс у нас это нагнетается, ну, скажем, из средств массовой информации. А вот эта постоянная трансляция информации о том, что полезная еда, безвкусная и отвратительная, но ты должна ее есть. И если ты будешь достаточно хорошей, ты сможешь позволить себе пирожное. Это дополнительно нагружает эту еду вот такой вот желанной позиции. Проблема лишнего веса, эмоциональной привязанности к еде, это в том числе тема вообще расширения своей палитры вкусовой, разнообразия, получения удовольствия от еды в более широком смысле, а не от каких-то вот этих вот перекусов. и что, конечно, знаете, как в таких дорогих, хороших, в правильных ресторанах, вот, там порции, в общем, как правило, небольшие. И действительно тебе этого не нужно. Ты испытал эту радость. Мне кажется, это тоже какой-то хороший, такой какой-то выход, что ли. Это развитие навыков осознанного питания. Когда, во-первых, я сфокусирован на процессе еды. Если я ем, я не сижу в телефоне, я не ссорюсь с партнером, не доделываю за ребенком домашнее задание. Я нахожусь в процессе. И когда я нахожусь в этом процессе, у меня еще включены все органы чувств. Я наслаждаюсь видом этой еды. Она красивая. Я чувствую запах. Я позволяю себе проживать изменения вкуса. Один из первых признаков насыщения – это изменение вкуса еды. Первый кусок, когда я голоден, он всегда максимально вкусный. По мере того, как я наедаюсь, еда меняет вкус. Если человек ест осознанно, если он включен, он заметит это и начнет потихонечку останавливаться. Как бы достаточно. Да. И поэтому осознанное питание – это сама по себе деятельность, которая, во-первых, позволяет съесть немного, не переесть. А во-вторых, она позволяет получить удовольствие. Оно позволяет совместить условно энергетическое насыщение, я получаю калории для тела, и удовольствие. Когда мы едим неосознанно, нам потом хочется, простите, догнаться. Да, вот я что-то там съела на обед, что-то было, не заметила, что-то еще хочется, пойду пирожное съем. А ничего нет плохого в пирожном. Я абсолютно толерантна к любой еде. Но когда мы едим осознанно всю еду, то у нас снижается потребность догоняться вот этой вот едой для удовольствия. Она обязательно должна быть. Когда мы выстраиваем здоровое пищевое поведение, мы всегда проговариваем, какую еду я люблю. Это то, что называется фан-фуд. Какая еда приносит мне радость. И стараемся хотя бы раз в день ее включать. И тогда снижается количество приступов переедания, потому что ее можно есть. И более того, я ее ем с любовью к себе. Я для себя это делаю. Скажите, вот если мы говорим, мы всегда говорим о замене, когда мы работаем с проблемой лишнего веса, то очевидно, что речь идет о формировании новых привычек, нового взгляда на свое пищевое поведение. Можем, например, топ-5 сказать? Первое – это еда и что-то еще. То есть это история про то, что я ем и делаю еще что-то. То есть еда должна быть отдельным видом деятельности. А второе – в моем детстве еще были книжки про Ленина. И там было общество чистых тарелок. История про то, что я должна съесть все, доесть за членами семьи, ложку из сковородки, чтобы не оставлять. И все это я называю принципом «лучше вас, чем в унитаз». Это то, что тоже очень часто приходится менять, потому что единственным сигналом для того, что мне хватит, является мое собственное насыщение. Все, больше ничего. Третий принцип. Очень многие люди, которые выросли в советское время, они выросли с идеей того, что нужно сначала съесть что-то невкусное, и потом тебе можно будет вкусное. Не надо есть невкусное. В конце концов, я столько мучилась, могу я себе что-то позволить? Нет, еда в принципе должна приносить удовольствие. Еще один важный принцип – это, конечно, понимание того, чего я сейчас на самом деле хочу. То есть восстановление связи с телом. Да. Не ем ли я, потому что это привычно, мне нечего больше делать, я села с мужем за компанию, я села перед телевизором. То есть почему я сейчас ем? И есть, когда я действительно хочу этого. Сейчас просто хотелось бы подытожить, чтобы мы могли предложить нашей аудитории после нашего разговора некий такой, знаете, план действий, который каждый может для себя сделать и быть как раз прийти в то состояние, о котором вы сказали. Не с точки зрения ограничения, а с точки зрения того, что это важно, если вы приняли это решение, вы хотите этого результата, то будьте себе другом. Но для этого нужно сделать следующее. Обычно мы начинаем с дневника питания. Это не совсем тот дневник питания, который предлагают, например, диетологи или фитнес-тренеры. Он тоже включает в себя, что, когда и в каком количестве я ем. Но мы всегда начинаем с оценки голода и насыщения. В тот момент, когда я собираюсь поесть, я спрашиваю себя, насколько сейчас по шкале от 0 до 10 я голодна. И ставлю цифру. Дальше я записываю. После того, как я закончила есть, я задаю себе второй вопрос. Насколько сейчас по шкале от 0 до 10 я наелась? И там, 10 это я максимально переела, 0 это я вообще не чувствую насыщения, как будто бы и не съела ничего. И вот где вот в этом промежутке. В течение какого времени? Неделя-полторы. После этого нужно проанализировать. В условной норме здоровый человек начинает есть где-то в состоянии 5-6, когда это не максимально сильный голод, а вот легкий, но ощущается. И заканчивает есть, когда это опять-таки 5-6, когда это хороший уровень насыщения, он не переел. То есть не стремится к десятке? Нет, 10 это состояние, когда я еще доедаю последний пельмень, а на первом я уже сижу. А дальше, если мы понимаем, что есть сложности, мы смотрим, с чем они. Мне сложно замечать голод, делаем фокус на этом. А у меня не получается поймать насыщение, ставим таймер на каждые 2 минуты. Это выглядит немножечко искусственно, но раз этот навык утрачен, его надо тренировать. Никто не предлагает сразу взять штангу в 300 кг, мы берем сначала гантельки. Мне кажется, даже понимание того, что у тебя с этим проблема, даже когда ты не выставляешь таймер, уже будет работать. Ну что за все взрослые люди? На самом деле, многим очень страшно. Что случится, если я остановлюсь? Там очень много тревоги поднимается. После этого следующий шаг, это, как правило, уже связь с эмоциональной сферой. Что я чувствую, когда я собираюсь поесть? Я в спокойном состоянии, я чувствую тревогу, я разозлилась, мне очень грустно. То есть почувствовать свои эмоции в тот момент, когда... Когда я ощущаю желание, что вот сейчас я сяду есть. И опять-таки, нет ничего плохого в чувствах. Проблема начинается, когда я пытаюсь с этими чувствами справиться через еду. Если я замечаю, что я очень сильно сейчас тревожусь, то мне нужно сесть и, например, продышать эту тревогу. И дальше уже есть. Да, это не означает, что мне нельзя есть. Назвать эту тревогу. Я тревожусь потому-то, да? Подышать телесно, расслабиться и сесть в спокойном состоянии. Если я в ярости и пытаюсь себя заткнуть рот едой, чтобы не наговорить лишнего, то значит мне нужно отложить еду и пойти постучать боксерской перчаткой к кому-нибудь по голове. Или по груши. То есть вот это как раз-таки история про эмоциональное состояние. То есть снять эмоцию, оставить еде только тему голода и насыщения. И переживание удовольствия. Переживание удовольствия. Если у человека больше склонность к экстренальному перееданию, стимулов много, мы пишем в дневник ситуации, где я ем эту еду. И дальше, условно говоря, мы начинаем потихонечку убирать стимулы. Есть очень смешное упражнение, которое дается таким чисто экстренальным едокам, когда мы говорим, ты заводишь себе тарелочку, вилочку и ножик. И ты носишь это с собой постоянно. И любая еда, которую ты хочешь съесть, пирожок из ларька, ты кладешь сначала в тарелку и ешь ножом и вилкой. Это снимает вот эту вот импульсивность. Когда у меня появляется дополнительное препятствие, мне легче оттормозить стимул. Поэтому нужно понять, что со мной происходит. Мне кажется, очень хорошее правило, но оно уже давно как-то стало, слава богу, распространено, стараться во время приема пищи исключить мобильные телефоны, включенные какие-то гаджеты, телевизоры, и быть здесь и сейчас. И не говорить о проблемах. То есть, прием пищи... Вы читаете советских газет. Прием еды – это очень важное действие. Оно поддерживает жизнь. Пусть оно будет приятным. Наталья, мне кажется, это просто руководство к действию сейчас прозвучало. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я подчеркнула для себя очень много интересного и нового. Спасибо. Друзья, если вам интересно, если вам полезно, пожалуйста, жду ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, переходите также в Instagram и участвуйте в нашем конкурсе здесь по этой ссылке. А в наших следующих выпусках в рамках цикла «Худеем навсегда» вас ждут темы «Гормоны и лишний вес». Мы также составим сбалансированное меню, которое позволит нормализовать вес. И будет также встреча с косметологом, потому что тема «Как похудеть, при этом сохранить молодость и тонус кожи» тоже очень важна. Так что скоро увидимся.